В Доме правительства 17 июля обсудили ситуацию по осуществлению общественного контроля за ремонтом автомобильных дорог в областном центре. Вопрос оказался настолько острым, что к его решению пришлось подключиться к губернатору Сергею Морозову. Главой региона встревожило не только серьезное отставание от графика проведения ремонтных работ. Те работы, которые выполнены, местные чиновники стараются принять объем работы, минуя палату в предыдущем и начать общественную палату. Нам это стало три можно так сказать сигнала, и я бы хотел, чтобы мы сегодня разобрались, что на самом деле у нас происходит. К сожалению, как отметил руководитель общественной палаты региона Александр Чепухин, приемка некоторых дорог после их ремонта осуществлялась без участия общественников. Если мы делали красивую дорогу вокруг Бурьян, по полюсу, мы будем понимать, какое отношение людей к этому будет. Хоть мы там закопали 100, 200, 300 миллионов, да, люди будут ходить, спотыкаться на разломном такпуале, либо смотреть на Бурьян, а рядом будет находиться новая дорога. В этом и заключается роль общественных. Во-первых, проверить качество, во-вторых, посмотреть на весь комплекс, работа, какое-то впечатление произведет на наших граждан, и будут ли они удовлетворены. Александр Викторович напомнил, что дороги у нас не коммерческие, а государственные, и общественность имеет право участвовать во всех процессах ремонта, выбора участков, требующих ремонта, контроля над проведением работ и непосредственно в самой приемке этих дорог. Само качество ремонта тоже оставляет желать лучшего. Главный минус – отставание от графика в связи с погодными условиями. Но есть и другие замечания, к примеру, по укладке бордюрного камня. Бывает только, что мы успеваем дороги делать, уже какие-то раскопки проводят рядом. Или у него канализация провалилась. Вот дороги на Нариманном, допустим, делали, в результате фрезерования, три колодца провалились, четыре поднимают, выравнивают. Это полностью на работе. Это не нарушение, но оставание от графиков, которые предусмотреть сразу им нельзя. Однако, как сказал глава администрации города Алексей Гаев, который тоже присутствовал на встрече, работа по ремонту дорог контролируется очень жестко. Руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Игорь Бычков пожаловался на нехватку рабочих рук в его управлении, где всего пять человек. А выездные совещания по контролю за качеством дорог проводятся чуть ли не ежедневно. Сергей Морозов, обращаясь к администрации города, просил уделить особое внимание тем дорогам, которые пострадали после сильного ливня. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.